рада вас приветствовать как слышно меня как видно какие вы все сегодня организованные вот даже балтийский солнечный берег нас приветствует здорово как классно классно молодцы молодцы как как все отлично к у нас большая аудитория ждем еще пишите пишите как видно как слышно может быть кто-то уже будет и вопросы задавать или все в предвкушении сегодняшняя наша встреча посвящена очень насущной очень интересной теме в этой теме мы сейчас достаточно активно и эффективно ее изучаем будем с вами делиться нашими последними теоретическими практическими результатами называется мифы реальности о жирах вот такая красивая это наша баночка такой красивый наш продукт омега-360 действительно просто восхитительный продукт и действительно мы сегодня с вами поговорим о тех мифах которые ну с недавнего в общем-то времени что такое 50-е годы прошлого теперь ну конечно прошлого столетия но тем не менее это совсем совсем небольшой срок но тем не менее он настолько активно вход вошел в нашу жизнь что я сейчас вот опять готовилась к этой теме и заходила в интернет смотрела какие же публикации и понимая что такое разночтение такая различная информация подается что просто вот обывателю зайти и разобраться конечно очень сложно хочу сказать что эта тема не преподается в медицинских вузах не в институтах усовершенствования врачей отдельно рассматривается тема атеросклероза у кардиологов терапевтов и частично сосудистая патология у сосудистых хирургов ровным счетом какую помочь оказать острую хирургическую помощь а реабилитация как таковая она действительно не имеет того значимого уровня на который бы хотела обратить внимание поэтому мы с вами продолжаем нашу тему разбирать как технологи здоровья именно технологи здоровья потому что я еще раз говорю мы сами как врачи попадаем в поле зрения лабораторных служб и со своими коллегами общаясь и прекрасно понимаем что до технологии здоровья наши медицины очень очень далеко поэтому мы сегодня будем делиться с вами и практическими конечно теоретическими вещами те которые идут на стыке сегодняшней вот такой проблемы потому что жиры относятся к важнейшим это один из важнейших компонентов нашего питания потому что на жирах держится все наше здание нашего тела и конечно если мы сегодня не будем знать правильной информации то естественно не будем знать теорию в практике будем конечно слабы хотя если вы посмотрите на традиции всех национальных культур тема жиров стоит отдельным блоком тема жиров находится в национальных различных блюдах тема жиров имеет колоссальнейшее значение и никоим образом она никогда не уйдет поскольку на этом замешана вся наша физиология вся наша жизнь и вот человеческое тело специально показали вот такой анатомический срез чтобы вы имели представление еще и еще раз потому что всякий раз когда я сама даже смотрю при вы представляете какое количество раз мы это все видели но всякий раз я вдохновляюсь возбуждаюсь и понимаю что не давать жиров то как как обеспечить жизнь вот нашему этому организму вы видите сосудистые русла вы видите внутренние органы вы видите и головной мозг о нем сегодня будем говорить и частично здесь эндокринные железы просматриваются практически весь наш организм имеет колоссальнейшую потребность в этих главных компонентов пищи специально выношу вам вот такую картинку связанную с нашим желудочно-кишечным трактом потому что сегодня буду о нем много говорить и мы как технологи здоровья постоянно говорим о том что это тот необходимое по другому мы никак не получаем продукты питания мы действительно получаем через рот через желудок мы говорим о роли печени желчного пузыря поджелудочной железы и еще раз хочу хочу обратить внимание на вот те метры кишечника это петли тонкого кишечника это петли толстого кишечника потому что мы опять вернемся как технологами здоровья ко всем этим отделом и буду к этой картинке возвращаться потому что жиры никак не попадут к нашим органам и системам и не выполнят свою функцию если они не пройдут эти все отделы пищеварительного тракта и действительно какая мудрая природа мы с вами будем говорить сегодня и об этом отделе потому что жиры находят свое прикладное значение это вот наши легкие которые окутывают сердце и сосудистая система вот чтобы вы прекрасно понимали насколько мы с вами зависимы от продуктов которые мы должны с вами принимать каждый день мы испытываем колоссальный дефицит об этом тоже мы постоянно говорим как технологи здоровья но вот это вот это напоминание мне хотелось вам показать и конечно с вами это обсудить и безусловно когда мы говорим о нашем транспортном транспортной системе которая имеет громадное представительство количество вспомните когда мы говорили о таком отделе капиллярного русла 100 тысяч километров только одних капилляров и вообще вся сосудистая система если посмотрите вернемся вот слайдику который я показывала сосудами изначально человеческого организма то вы сами представляете какое обеспечение и что нам нужно сделать с этой системы чтобы она была в хорошем состоянии потому что но здесь схематично понятно у нас намного все сложнее и элегантней то есть вот эти желтые это плазма это эритроциты тромбоциты лейкоциты и вся другая необходимая часть питательные вещества продукты отхода все находится вот в этих трубках которые называются артериями венами капиллярами то есть мы с вами вообще уникальная биологическая система и конечно как они каждый будут иметь свое свою возможность доставлять все что нужно нашему организму как они будут справляться с обратным выведением всех шлаков и токсинов как технологи здоровья вы должны это представлять иметь в виду поэтому вот такое зрительное зрелищное восприятие чтобы вы еще и еще раз ну как бы возбудились воодушевились и наверное смогли себя ну достать должным уровнем вообще в принципе настроить на очень правильный на очень серьезный лад потому что если вы этого делать не будете неважно кто вы по возрасту по национальности по специальности мужчина ли вы или женщина ребенок ли вы потому что не представляете у ребенка все то же самое количество клеток может быть поменьше и функция у всех этих органов и систем абсолютно одинаковая и так мы с вами говорим сейчас будем вести речь о жирах что же представляет собой жиры жиры это нерастворимые в воде органические соединения нерастворимые в воде органические соединения которые обязаны к нам поступать с пищей но в процессе пищеварительного процесса эти жиры происходят в соответствующее поэтапное разложение и уже соответственным потребностям организма они начинают выполнять свои различные функции я о них сегодня буду говорить верну чтобы вас не отвлекать пока скажу о некой классификации жиров потому что вы сегодня слышите много разных определений определений конечно разобраться не сразу получается хочу сказать что сами по себе они делятся на две большие группы они называются насыщенные и ненасыщенные вот в чем же отличие насыщенных от не насыщенных отличие идет только в химическом строении то есть сами жиры поскольку это органические соединения там есть связи там есть углерод и когда мы говорим о насыщенных жирах то это стойкие плотные связи которые практически обеспечивают и физику и химию этим жирам то есть насыщенный значит это тугоплавки это плохо плавится это имеет свою форму какие мы с вами разберем они насыщенные жиры они называются моно и поле ненасыщенные вот эти ненасыщенные жиры значит они не насыщены связями и поэтому туда могут присоединяться различные соединения и вот такие цифры цифровые обозначения как 3 6 9 слышали омега 3 омега 6 омега 9 это как раз говорит о химической особенности между какими атомами находятся двойные связи между третьим шестым или девятым поэтому разницы в них вот поле ненасыщенные значит там больше двойных связей моно ненасыщенные значит там меньше двойных связей поэтому эти вот жиры сами по себе они жиры когда мы говорим о насыщенных жирах отвердых потому что там все связи заняты и представительство представительство в основном представлено это в жирах животного происхождения то есть это и яйца это молоко продукты из молока сметана сыры внутренний жир все знаете у птицы он есть у животных он есть это сливочное масло это сало тоже животных ну допустим у казахов они не едят свину на свинину они едят конину но там тоже есть сало и а сама вот эта тугоплавкость этого жира обеспечивается именно насыщенными связями среди растительных продуктов два не на насыщенных масла это кокосовое и пальмовое масло которое действительно при температуре ниже 36 37 градусов они становятся плотными но получены они из растений но сама химическая формула у них насыщена среди поле ненасыщенных жирных кислот есть продукты такого будем говорить полу животного происхождения это рыбий жир и он тоже рыба нахая находится в разных водоемов она не может иметь твердую массу как допустим внутренний жир у тех же млекопитающих у тех же ну масса масса там где они имеют твердую такую форму а у рыбы она не может быть твердым потому что попадая в прохладную воду тогда бы тело рыбы было просто ну что называется зажато и она бы не смогла передвигаться на самом деле это такое будем говорить полу животного происхождения но она жидкая подвижная и другая основная масса это масло которые получили получаются из растений вообще самому по себе масло в растениях это защита семени от разрушения это дать возможность семени сохраниться для того чтобы она попала в землю проросло и дало потомство поэтому немного кстати в природе содержится масло в растениях королями по содержанию и качеству масла является оливка дальше идет пока а по ценности это ягоды виноградных косточек масса виноградных косточек дальше кедровая и все дальше по степени снижения туда и входит льняное и подсолнечное и соевое масло и ряд ряд всех остальных позиций сами вы видите набор очень очень маленький в принципе потому что и не очень природа готова отдавать эти масла потому что но это действительно стратегический запас для жизни вообще в природе масло это стратегический запас поэтому когда мы говорим о роли масло мы говорим что это очень серьезный продукт в природе в физиологии и мы с вами как технологи здоровья должны очень тщательно понимать роль этих жиров и естественно быть к ним достаточно бережливы относиться к этому для сегодня помните пословица такая была кашу маслом не испортишь я еще раз говорю о всех национальных традициях во всех наших приемах выхода из тяжелого состояния болезни всегда уделялось внимание именно усиление мат масло в продукте в пищевых продуктах для того чтобы организм быстрее исцелялся и выходил на свои так сказать жизненные позиции правильные жизненные позиции вот здесь я вам показываю основные функции жира я сейчас их расскажу это одни из таких стратегических одни из самых главных показательных функций потому что вот то что там написано дыхательная функция это как раз мы говорим о том что вот здесь схема альвеолы показана это бронх бронх конечная часть бронха а это вот воздушный пузырек которая которыми высланы все наши легкие вот здесь посмотрите на разрезе представьте все вот эти два воздушных пузыря они все высланы вот этими альвеолярными мешочками именно вот эти альвеолярные мешочки внутри каждой альвеолы 95 процентов они состоят из насыщенного жира из насыщенного жира поэтому многие из вас знает что когда-то 43 года вообще не было у нас антибиотиков а туберкулез присутствует среди человечества очень давно не одно столетие и выхаживались именно больные из пораженные альвеолы а что делать при туберкулезе туберкулезная палочка разъедает поражает вот эти ткани легких ну и возникают такие каверны дыр такие громадные дыры через кнопку через который на сегодняшний день смертность от туберкулеза на планете имеется имеются типичные формы туберкулеза и кстати для всех всего параллельного мира речь идет о вирусах и бактериях и грибках личинках паразитов мы знаем что некоторые жизненные циклы проходят в альвеолы не не можем и обнаружить паразитоз по яйцам и листам потому что они их не откладывают в частности собачьих сахара они находятся вот в этих альвеолах проникая через дыхательные пути попадая сюда они находятся в идеальных условиях так вот именно этот жировая прослойка она называется сурфактант и именно с помощью этой жировой прослойкой осуществляется газообмен в легких поэтому если у вас по каким-то причинам отсутствуют правила употребления насыщенных жиров а это масло это сметана это сало и именно насыщенные продукты жира то знайте что вы не даете возможность восстановления альвеолярного аппарата в виде сурфактанта и вы себя подвергаете серьезному состоянию дефицита кислорода который сегодня даже значится в состоянии кто-то даже умудряется в диагнозах обозначить это состояние называется гипоксия и дыхательные гимнастики которые предлагаются все что есть в плане продвижения развития дыхательной системы вам нужно понимать что если вы не употребляете не восстанавливаете в своем рационе именно насыщенные жиры то состояние гипоксия очень сложно сложно корректируется и конечно в питании в пище эти продукты должны и они имеют свое колоссальное значение кроме этого есть такое еще на втором месте смотрите они я бы не сказала что у них какая-то местность ну конечно если мы говорим что кислород это главное все замешано на кислороде и не поступает кислород то ни о чем уже другом говорить невозможно следующая очень важная жизненная функция это защита мембран вообще в принципе сами мембраны клеток вот вы нами представьте я не нашла как схема вам схематично показать вот эту картинку два липидных слоя это мембранки они двухлипидные они держат весь белок и между ними такие пружинки находятся вот эти пружинки сшивающие это холестериновые вещи и сама мембрана она двухслойная жировая двухслойная жировая мембрана посмотрите как природа нам придумала клетку белок клетки все содержимое клетки защищать защищать от той среды в которой находится клетка вы знаете что клетки кожи они находятся в контакте с окружающей средой наши волосы наши ногти глаза все что я вам рассказывала про глаза в прошлый раз мы говорили о том что это везде клетки это мембраны клетки они подвергаются серьезному воздействию окружающей среды как и внутриклеточное состояние поэтому если вы ежедневно у вас нет в рационе жиров то о каком качестве мембран вы можете говорить отдельно хочу вам сказать здесь очень много будет повторения но опять-таки хочу сказать что именно миелиновая оболочка нервные окончания у нас имеют дополнительную защиту дополнительную такую такое образование как миелин кстати когда мы постоянно говорим о лицетине когда мы говорим о его роли в формировании миелиновой оболочки почему мы говорим о том что именно миелиновая оболочка в том числе строится еще из лицетина и из ненасыщенных жирных кислот это различного класса омег нужно понимать что дефицит миелина приводит к серьезнейшим к серьезнейшим проблемам связанные со всей нервной ткани не только с мозгом вообще нервной ткани потому что именно по нервным волокнам протекает нервный импульс и если не будет вот этой защитной оболочки миелина то говорить о качестве передаваемого импульса практически не не предоставляется возможным и дефицит миелина приводит проблемам с координацией движения проблемы с памятью причем память как короткосрочная так и долгосрочная когнитивные функции снижаются то есть это познавательная обучающая способность изменения вообще всей мозговой ткани и сегодня очень серьезно поднимается роль ненасыщенных жирных кислот вы сами понимаете это класса омеги 369 и все остальное это химические формулы я не буду сейчас больше об этом повторяться познавательная способность в любом возрасте имеет колоссальное значение не важно сколько вам лет боритесь за мозг ну делайте все необходимое чтобы ваши ваш мозг представлял качественно работающую систему потому что мозг вообще белково-жировой сосудистым обеспечением и если вы не создаете все условия не употребляя других нет способов восстановления миелиновой оболочки как только употребление жиров в разном классе и в разном комбинации представляете ничего не надо с нами делать кто постарше вы все знаете как в определенном сроке в политике нашего государства использовали жирные кислоты приводя нас в садик и в ясельки нам давали по столовой ложке рыбого жира потому что качество мозга определяла вообще качество жизни человеческой и сегодня дети вообще не едят жирных кислот вообще практически не едят сметаны не едят яиц не едят не едят жирных продуктов и сама сам миф о вреде продуктов наносит колоссальнейшие проблемы связанные с мозговой деятельностью из жиров синтезируются гормоны гормоны половые гормоны половые гормоны то есть весь набор мужских и женских половых гормонов я еще буду обращаться к холестерину то есть у нас такое переплетение будет то есть я сейчас просто перечисляю так вот гормональная функция это холестерин он является источником половых гормонов источником половых гормонов и представляете когда на сегодняшний день у нас прошел такой период мифа который развенчали масло растительное без холестерина и представляете какие маркетинговые вещи мы с вами определяли потому что это надо было на бутылочках написать это надо было рекламу сделать это надо было выбрать определенную хотя все бутылки пластмассовые и пластиковые дезидорированная нерафинированная очищенная то есть практически синтетические масла и мы с вами на этот миф попадались на этот страх и практически происходили серьезные проблемы в нашем организме потому что сбой в гормональной системе это бесплодие это целый каскад тех нарушений но о чем вы знаете и понимаете своей общей практике из жирных кислот именно из холестерина синтезируются гормоны надпочечников вот один грамм надпочечника содержит 100 миллиграмм холестерина в молоке в грудном молоке матери 100 миллилитров содержится 14 миллиграмм холестерина плюс есть еще ферменты которые позволяют расщеплять этот холестерин то есть природа все за нас придумала вспомните какая была тенденция боязни длительного грудного скармливания это эта тема вообще была просто катастрофы в нашей практике это была серьезная политика которая давала нам плачевные результаты поэтому отсутствие жиров а из другого из ничего другого не могут появиться половые гормоны и не появятся гормоны надпочечники потому что это химия это химия кроме этого существует еще основные функции жира это генетическая регуляция модуляция генетического аппарата с помощью жира это профилактика онкологии онкологических вопросов кстати сразу хочу здесь сказать о том что употребляя углеводы я уже говорила на предыдущих вебинарах смотрите кто смотрел записи смотрите еще раз повторяю потому что но вижу и новички пришли это очень важно потому что об этом постоянно нужно говорить что высокоуглеводистая пища высокоуглеводистая пища она дает большой объем активных форм кислорода так называемых свободных радикалов именно вот эти условия и способствуют окислительному стрессу способствуют повреждения вы сами знаете что жиры прогоркают под воздействием вот кислородных активных форм кислорода поэтому просто нам нужно создать миф по жирам перевести нас на высокоуглеводистую пищу и практически начинается вот эта каскадная реакция которая приводит патологическим вещам поэтому когда я сегодня вижу как рекомендуют людям со срывом противоопухоли иммунитета уходить от жирной кислоты уходить от продуктов хорошего качества жира и садят их на крупы садят их на углеводы на фрукты знаете что этот процесс еще больше усугубляется сегодня имеется совершенно и альтернативное мнение и серьезных ученых институтов и серьезные доказательства как раз есть повод разобраться в технологии данного процесса более того именно самое эффективное питание для наших митохондрий а это наша жизнь это наше долгожительство является качественные жиры мы с вами сегодня поменяли питание для митохондрий перевели их на углеводистое питание и создаем сегодня колоссальнейшую нагрузку серьезнейшие проблемы с позиции технологии здоровья создаем огромный вред для наших митохондрий они действительно гибнут и они действительно не выполняют свои функции поэтому энергия получаемая и из жиров она эффективная но как метафоре сравнить тепла будет гораздо больше от от угля и дров нежели от бумаги углеводы это бумаги у жиров отмечена противовирусная защита более того помогают жиры в усвоении жирорастворимых витаминов такие как а е д и к кроме этого они участвуют в метаболизме и усвоении таких микроэлементов как кальция и фосфора необычная информация которая дает нам конечно задуматься ну и сама энергия о чем я сейчас вам сказала это практически митохондрии без энергии они погибают и мы вызываем укорочение своей жизни надо биться за митохондрии потому что я вам говорила что митохондрии это самые главные энергетические станции наших клеток и конечно если посмотреть на эти перечисленные функции жиров в общей массе заметьте я не перечисляю отдельно растительные жиры животные жиры я говорю что они должны быть в нашем рационе но поскольку они действительно очень энергоемкие они действительно при имеющиеся патологии желудочно-кишечного тракта она возникает тоже в замкнутом круге и от проблемы связанные с дефицитными жирами то мы конечно на сегодняшний день имеем колоссальнейший дефицит в питании а отсюда все вот эти основные проблемы связанные жизнедеятельностью качестве жизни естественно страдают и вот этот круг нужно разрывать потому что если мы не включим сюда свои знания по технологии не научимся все это делать то мы будем продолжать увеличивать количество сердечно-сосудистых заболеваний дыхательных расстройств мы будем увеличивать количество инфекционной патологии опухолевых процессов и конечно эндокринной куда будет входить и сахарный диабет куда будут входить и расстройства связанные с деятельностью щитовидной железы надпочечников половых желез ну всю картинку которую вы сейчас здесь видите и знаете понимаете о чем идет речь но сейчас мы с вами поговорим о холестерине потому что ему отводится ну наверное самая страшная роковая роль самый главный миф который существует среди я говорю и научного округа общественности и и очень много а уж я не говорю просто не научных не медицинских так сказать профессионалов мы знаем какое как это подогревается со стороны фармакологических компаний более того хочу сказать что сейчас холестерин ну сейчас все меньше и меньше конечно пробиться очень-очень сложно поэтому это дело будет каждого из вас каждого из вас принять сейчас вот эту эту информацию и в этом ключе в интернете разбирать по частицам потому что вы можете попасться на авторитетных на людей которые имеют звание регалии но данной части они просто не профессионалы поэтому я специально вам это разжевываю поскольку мы столкнулись с этими вещами прикладываем очень большое усилие заходить именно со стороны технологических правил потому что если вы не учтете все эти вещи а прочтете какую-то популярную статью либо заказную какую-то статью и будете выстраивать свое мнение у вас что называется успеха не будет вот сам холестерин это природный жирный спирт это чисто животный животного происхождения спирт поэтому уже говорить о холестерине как в семечках в оливках в каком то масле соевом льняном не приходится потому что это вода нерастворимы нерастворимы в воде это жирный спирт чисто животного происхождения чисто животного происхождения и как я уже сказала все наши оболочки мембраны жирные ошибка вот такая пружинка между жирными двумя слоями они нашиты из холестерина из холестерина этот каркас всех клеток поэтому ежедневное постоянное потребление продуктов содержащие животного происхождения они нам нужны они нам нужны они конечно не нужны нам в том количестве что вы боитесь вы много не съедите вы не съедите много хорошей как я говорю правильной от знакомой коровки сметаны от правильного масла масло должно быть 82 процента ни в коем случае мы с вами попадались на обезжиренные молочные продукты это катастрофа потому что все с малым содержанием жира молочные продукты это обрат после перегонки и для того чтобы вы его употребляли он снабжается огромным количеством углевода и крахмала все эти обезжиренные йогурты обезжиренные обезжиренный творог обезжиренные молочные кефиры и все остальное это все суррогаты это это страшная вещь которую вы себе можете придумать поэтому нам постоянно постоянно холестерин должен поступать в нашу пищу сейчас о нем мы поговорим и расскажем все тонкости детали хочу сказать еще одну очень важную вещь что холестерин который мы с вами съедаем он называется экзогенный он называется питательный он называется тот который мы съедаем с пищей он всего лишь на 5 процентов усваивается в нашем организме а 95 процентов он идет настроение утилизацию и все что организм уже сделает в виде эндогенного своего холестерина о нем и будет идти речь холестерин это главный компонент желчи это главный компонент желчи холестерин и холестерин кстати обновляется каждые 8 дней если вы делали как я говорю не весь когда смотрели свой холестерин и все его показатели на этом строите сейчас все свои загадки загадки это очень очень ошибочная вещь главный компонент желчи а наша желчь желчь которая выделяя образуется с помощью печеночных клеток и собирается эта желчь представляете желчь это еще и выход лишней лишнего холестерина желчь это еще и токсины грязь и желчь необходима когда идет выброс ее в двенадцатиперстную кишку вот сюда в двенадцатиперстную кишку куда попадают протоки поджелудочной железы и этой желчи происходит переваривание тех жиров которые мы с вами скушали которые мы с вами скушали поэтому у желчи очень очень много многофункций и представьте когда мы сегодня видим катастрофу удаленные желчные пузыри уже сложившиеся там патология масса причин мы сейчас об этом не будем говорить представляете как мы дезорганизируем дезорганизация всего желудочно-кишечного конвейера наступает некачественно происходит дезинтоксикация печени нагружается поджелудочная железа не перевариваются продукты питания представляете что происходит в нашем организме холестерин поддерживает нормальную слизистую всего желудочно-кишечного тракта вы не едите холестерин пугающиеся вообще состояние атеросклероза а какой холестерин участвует в организации атеросклероза вы сейчас поймете но холестерин нам нужен для нормальной слизистой желудочно-кишечного тракта холестерин я вам говорила о том что он участвует жирные кислоты в усвоении витаминов жирорастворимых А Е Д и К я хочу сказать отдельно информацию дать мы вам ее не давали по витамину Д сам синтез витамина Д происходит в нашем организме под влиянием ультрафиолетовых лучей и наличие холестерина представьте если вы находитесь не в солнечном регионе не в тропиках не в Азии ну та даже инсоляция которая сейчас у нас есть вы сами понимаете что ее недостаточно если расписать на все 365 дней в году то есть мы да и даже люди которые находятся высоко солнечных регионов но если не хватает не с чего синтезировать витамин Д то они могут испытывать дефицит витамина Д что мы сегодня по витамину Д имеем вообще мы раньше считали как-то так это звучало и у нас проходила информация ну витамин Д профилактика рахита это мы там говорили о каком-то детстве на самом деле я специально сейчас вам дам все свойства витамина Д и скажу о важности исследований посмотреть в каком уровне сейчас он у вас находится ну во-первых одна из главных функций это поддержать гомеостаз равновесие кальция косфора и магния именно витамин Д вот представляете у нас с вами есть добавки шикарные добавки и кальциевые добавки кальций и у нас с вами есть коралл магний все на свете но употребляя эти микроэлементы не факт что они дойдут у вас и то мы с вами употребляем это я уж про тех кто продвинутые технологи и всегда вопрос а что же какую программу составить мне на целый год вот и составляйте сейчас как технологи здоровья понимаете задумывайтесь что же вам нужно сделать витамин Д участвует в этом усвоении поэтому качество ваших костей а вы знаете что уязвимый возраст это растущий организм в одну период репродуктивной женщины беременность и лактация когда идет потеря очень сильно идет витамина микроэлементов кальция фосфора на фоне дефицита витамина Д ну и потом период климактерический а это и мужчин и женщин касающиеся когда кости резко начинают терять плотность и развиваются эти патологические переломы остеопорозы сами знаете что это самая страшная патология одна из самых причин от взрослой смертности потому что ну действительно это серьезная серьезная патология витамин Д абсолютно доказана его роль в иммунологической профилактике и иммунологической помощи поэтому все иммунодефициты опять-таки вы знаете обывательское представление какие у вас есть витаминки чтобы попить чтобы какие-то витамины купить вот весна осень чтобы с иммунитетом было нормально нет мы говорим что иммунитет это клетки лейкоциты которые выполняют и они зависимы от всей технологии нашего здоровья участвуют витамин Д участвует в росте и развитии нервных клеток нейронов мы все с вами боимся такого заболевания как альтгеймер паркинсон сегодня в Европе я столкнулась практически три препарата которые назначаются в Европе гипотики гормоны и антидепрессанты сегодня депрессии скрытые явные приобретенные это один из бичей наших патологических состояний нарушение сна вот это остановка апноэ во время сна это все связано с дефицитом витамина Д витамин Д абсолютно абсолютно абсолютный участник в регуляции воспалительных воспалительных реакций то есть он уменьшает общее и возрастное воспаление мы уже говорили о роли воспаления вы знаете сколько об этом говорит в теме биохайкинга Игорь Петрович Данилов он по воспалению просто с этого начинает всегда речь потому что воспаление это наше и действительно укорочение нашей жизни люди с низким уровнем витамина Д подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям опухолевым ожирению и развитию инсулино-резистентности посмотрите сколько мы уделяем сейчас и какая сегодня популярная тема измени себя нормализуй свой вес конечно все эти разговоры нужно рот закрыть и все остальное они абсолютно не работают они абсолютно не работают особенно они работают в каком-то этапе потом просто-напросто все возвращается то есть человек затягивает садится на очень маленький объем калорий 1200 а кто-то я смотрела методики и 600 и 800 ну понятно на таком периоде может что-то и произойти но если не уделить внимание витамину Д то естественно все сложнее и сложнее с каждым новым этапом будет развиваться подобное состояние абсолютно доказано противоопухолевое действие особенно особенно в раках молочной железы предстательной железы яичников и поджелудочной железы витамин Д повышает оплодотворяющую способность оплодотворяющую способность сперматозоидов и увеличивает жизнеспособность и качество яйцеклеток и поэтому на витамине Д а мы с вами у нас его нет в чистом виде витамина Д конечно сложно ждем мы сейчас компания работает сами знаете что это будут лучшие формы потому что сейчас витамину Д уделяется огромное огромное значение и уровень витамина Д это профилактика старости ранней смертности поэтому я вам настоятельно еще разочек обращаю ваше внимание что витамин Д синтезируется в нашем организме под действием ультрафиолета и наличие холестерина поэтому если у вас есть проблемы пойдите сейчас во всех лабораториях инвитро в ваших городах есть свои лаборатории посмотрите уровень своего витамина Д и вы найдете откроете для себя очень очень много интересных вещей поэтому холестерин холестерин имеет колоссальное значение и в данный еще в данном таком вопросе поэтому не учитывать и бояться думать о холестерине как о враге народа это великое заблуждение поэтому я хочу вас настроить на действительно на такой позитивный лад и ваши мифы и реальности развеять но все что касается общего холестерина все что вообще его составляющих вообще такой такой очень умный блок я сейчас хочу сюда пригласить он ждет уже на старте сидит доктор медицинских наук профессор кардиолог тот который действительно занимался и на кафедре кардиологии очень серьезно в данной теме потому что ну мне досадно и обидно конечно что этим занимаются и только так подробненько разбирают с кардиологами чуть-чуть с терапевтами на самом деле об этом нужно знать абсолютно всем и вам как технологам здоровья нужно знать ну базовые вещи поэтому Владимира Матвеевича приветствуйте радуйтесь его форме все хорошо все нормально он сейчас умненько вам все это расскажет а я потом приду добрый вечер всем сейчас несколько слов по поводу вот всего что касается транспорта холестерина вот таких вот умных слов липопротеиды и прочее прочее для человека даже отягощенного высшим медицинским образованием не всегда эти вещи бывают понятны я постараюсь вам доступной форме объяснить что это такое для чего это нужно и какое это имеет значение Ольга Валентиновна рассказала о значимости холестерина я на этом не буду повторяться его действительно высокая значимость для обеспечения нормальных физиологических функций нашего организма и вы прекрасно понимаете что холестерин в нашем организме не может транспортироваться в чистом виде все чтобы доставить холестерин холестерин это стратегический материал и энергетический и сырьевой он должен транспортироваться с помощью белков то есть белки это то транспортное средство которое доставляет холестерин toxicity цены так вот холестерин в организме выделяется общий общий холестерин то есть с него входит и холестерин липопротеидов высокой плотности и холестерин липопротеидов низкой плотности и холестерин липопротеидов screen плотности есть еще отдельно хило микроны но я на них особенно останавливаться не буду каким Какие они выполняют функции? Вот те жиры, которые мы приняли с пищей, как их принято называть, экзогенные, они расщепляются в желудочно-кишечном тракте, и вот там с помощью такого транспортного средства, как хиломикроны, какая-то часть идет непосредственно в жировую ткань, а какая-то часть с помощью хиломикронов доставляется в печень. В печени происходит дальнейший синдез вот этих липопротеидов, то есть в печени происходит соединение холестерина с белком. И вот это уже транспортное средство, оно обеспечивает доставку этого энергетического и сырьевого материала в клетку. Так вот, липопротеиды очень низкой плотности, они как раз выходят из печени, они насыщены холестерином, и вот здесь они в тонком кишечнике всасываются, и потом доставляется отсюда какая-то часть в жировую ткань, какая-то часть в печень, и где в печени происходит дальнейшее их преобразование. Так вот, дальше хиломикроны, доставив холестерин в печень, в печени образуются эти липопротеиды, и вот липопротеиды очень низкой плотности, они поступают в кровь, и они доставляют тоже холестерин, часть в жировую ткань, и вот липопротеиды очень низкой плотности, они очень много доставляют холестерина, который образуется из углеводов. Поэтому в происхождении, вернее, и в наборе избыточной массы тела, в ожирении, колоссальное значение имеет избыток углеводов. И не надо здесь грешить на жиры. Жиры имеют значение в обеспечении избыточной массы тела лишь всего каких-то 5-7%, все остальное углеводы. Поэтому чрезвычайно важно обратить внимание на снижение уровня, на снижение потребления углеводов. Вот посмотрите, из чего состоят холестерин липопротеиды высокой плотности, низкой и очень низкой. Вот липопротеиды высокой плотности, это липопротеиды, которые не обладают, они обладают атерогенным действием. То есть они, наоборот, противоатерогенные. Самые атерогенные – это липопротеиды низкой плотности. Вот они на 50% состоят из белка и на 50% из холестерина. Так вот, липопротеиды низкой плотности – это то, что спровоцирует и то, что способствует развитию атеросклероза. Вы можете сказать, а вот липопротеиды очень низкой плотности тут холестерина 80%. Да, 80%, но эти липопротеиды, они несут холестерин в жировую ткань и они в процессе прохождения по сосудистому руслу превращаются в липопротеиды низкой плотности. И вот они уже транспортируют основной холестерин клеткам. То есть вы просто должны запомнить такую вещь. Вот холестерин липопротеидов низкой плотности – это транспортное средство холестерина клеткам. Это питание клеток, это строительный материал клеток, это энергия для клеток. И когда клетки всё, что нужно для себя, забрали, и вот остатки холестерина, чтобы они не откладывались в клетках, вот здесь начинает вступать в свою функцию холестерин липопротеидов высокой плотности. Вот эти, они забирают остатки холестерина от клеток и транспортируют их в печень. И в печени этот холестерин переходит уже в желчь. Так вот, липопротеиды низкой плотности – это транспорт к клеткам, а липопротеиды высокой плотности – это транспорт излишек холестерина от клеток. Смотрите, что может получаться. Если очень много липопротеидов низкой плотности и мало липопротеидов высокой плотности, то получается, что наши клетки перегружаются холестерином, а так как липопротеидов высокой плотности мало, они не успевают забирать избыточный холестерин от клеток, и этот холестерин начинает откладываться в наших клетках, в наших тканях. Вот вам и атеросклероз. И существует очень простая формула, которая называется коэффициент атерогенности. На сегодняшний момент большинство медицинских учреждений лукавят, когда начинают снижать уровень холестерина. Если раньше уровень холестерина был в пределах 6,4, это считалось нормно, потом его снизили до 6, потом 5,6, сейчас уже говорят 5,2 и даже 5,2 много, сейчас уже говорят 5 и ниже 5. Общий уровень холестерина. Так вот, из чего состоит этот общий уровень холестерина? Если он состоит из липопротеидов низкой плотности, да, это плохо. И коэффициент атерогенности очень легко рассчитать. Нужно от общего холестерина отнять холестерин липопротеидов высокой плотности разделить на холестерин гипопротеиды высокой плотности. Вот если этот показатель будет 4 или меньше 4, то вы можете быть спокойны. Риск развития атеросклероза у вас минимальный. Если этот показатель будет более 4, то да, у вас риск развития атеросклероза повышается. Вот когда высокий уровень холестерина крови, то обычно мои коллеги говорят, вам нужно необязательно статины, немедленно статины и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации эта рекомендация возможно обоснована только тогда, когда уровень холестерина допустим 10, 12, вот тогда да. А когда уровень холестерина в пределах 6-7, даже 8, здесь нужно смотреть, какой холестерин гипопротеиды высокой плотности. Вот его норма должна быть всегда больше единицы. есть липопротеиды высокой плотности. Вот на снижение липопротеиды высокой плотности очень сильно влияет курение, отрицательные негативные эмоции, малоподвижный образ жизни и дефицит в питании омега-3 ненасыщенных жирных кислот. Вот эти факторы они очень значимо снижают образование гипопротеидов высокой плотности. А если их мало, то риск атеросклероза растет. Поэтому ваша задача, даже если у вас холестерин, общий холестерин будет 6-6,5-7, вы обязательно должны посмотреть, а каков уровень гипопротеиды высокой плотности. И если он меньше единицы, то нужно его повышать. Каким образом повышать? Добавить к рацион ненасыщенной жирной кислоты, обязательно включать ваш ежедневный распорядок дня физические нагрузки, ограничить курение, если оно есть, если его нет, уже хорошо, и, конечно, до минимума свести отрицательные негативные эмоции. Вот таким образом вы можете повысить уровень липопротеидов высокой плотности. И эта информация не мои теоретические взыскы, это я многократно проверял в своей врачебной практике. Еще очень важный момент. Вот холестерин это соединение липопротеидов липопротеидов это соединение белка и жиров. Так вот, может быть такая ситуация, что у вас жиров достаточно, а белка мало. Либо, может быть, даже вот чаще всего происходит именно такая ситуация, когда имеется дефицит белка и тогда не образуется это транспортное средство. Посмотрите, для липопротеидов очень низкой плотности нужно белка всего 20% и 80% холестерина, а это липопротеиды очень низкой плотности. Это тот строительный материал, из которого образуются липопротеиды низкой плотности, то есть атерогенной липопротеиды. Поэтому, а вот для противоатерогенных липопротеидов белка должно быть 80%, а холестерина всего 20%. Поэтому в вашем рационе, когда речь идет о профилактике атероспироза, важно, чтобы был высококачественный белок и конечно достаточного количества и очень важно, чтобы были ненасыщенные жирные кислоты. Вот это чрезвычайно важно. Я думаю, что вы эту схему липопротеидов поняли. Если что-то будет непонятно, мы можем потом повторить этот, но отдельно разобраться с вами по обмену холестерина. А сейчас мы дальше продолжаем тему. Я передаю микрофон Ольге Валентиновне. Она уже рвется в бой. Владимир Матвеевич, какая мишень для статинов представляется для вас более важной снижения уровня низкой плотности или блокирования самого процесса атерогименеза? Игорь Данилов задал вопрос. Какая мишень для статинов представляется для вас более важной? Снизить уровень липопротеинов низкой плотности или блокировать сам процесс атерогименеза, то есть остановить сам процесс образования? Ну, статины, они блокируют синтез холестерина. Они являются статины ингибиторов, ингибиторами фермента тригидроксидриметилка, ингибитором атерогименеза, 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 Ну, зачем ты это? Ну, зачем? Это я Игорь Петрович это? Не надо, не надо, там много, там 50 человек сидит. Так вот, статины, они блокируют образование именно холестерина. И, тем самым, препятствуют доступу сырья, именно нужного сырья для клетки. А для тебя, что более важно, статинов, какая мишень для тебя важна, снизить уровень липопротеидов или, вот он, приотропные эффекты? Снизить уровень липопротеидов. Липопротеидов. Так вот, приотропный эффект, это они так, это поигрались на птичьем языке, поэтому, так, 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 все, возвращаемся сюда, возвращаемся сюда. Хочу вам сказать, что вот причины как раз плохого холестерина, плохого холестерина, посмотрите, какая здесь интересная деталь. Лип-холестерин нам нужен, едет он только на белке. Вы видите, что их грузчики абсолютно разные. Так вот, образование липопротеидов в низкой плотности, вот они в низкой плотности, они бывают, ну, прям, действительно плохие, то есть, те, которые же окисленные, мелкие, плотные, вот они действительно плохие. И вот они способствуют развитию атеросклеротической бляшки вот в этом сосуде, вот в этом сосуде, представляете? То есть, представьте, они все плавают вот в этом сосуде с кровью, все эти жиры с белками. А почему, и, кстати, только на артериях, на венах не образуется, а именно порождается вот стенка сосудов, а порождается, почему мы говорим, что исключите, пожалуйста, повреждающие факторы. Мы опять сейчас вам будем, как технологи здоровья, говорить о том, что нам очень мешают токсины, которые вот здесь протекают, которые мы не выбираем, которые мы не выпиваем воды, мы не делаем массу, массу вещей, которые мы с вами, как технологи, уже все прекрасно знаем. И нарушается стенка сосудов. Нарушается стенка сосудов, нужно латать сюда. Сначала отправляются вот эти лейкоциты, они бегут, это же воспаление, они бегут сюда, они начинают хватать холестерин как пластилин. Но самая эта проблема, они начинают хватать вот этот мелкий, его, вот этот мелкий, плотный, чтобы, ну, что называется, не порвался сосуд. Поэтому в развитии атеросклероза, в развитии атеросклероза, чего мы сами всего боимся, ну, назвать, значит, холестерин, это значит, все огульно, все яйца в кошелку сложить. А на самом деле, вот эти окисленные, мелкие, плотные, их много, вот ими сразу и хватает организм, чтобы не случилось сосудистой катастрофы. А липопротеид низкой плотности, о котором мы говорили, большой, легкий, который везет на себе, извините меня, жир, везет на себе жир, вот здесь они напополам идут, они везут к мембранам, они, конечно, должны быть, это хорошее транспортное средство. Вот липопротеид высокой плотности, он уже забирает этот, отработанный, чтобы в печень, чтобы желчь образовалась, у них все там договорено, вы туда не лезьте, пожалуйста. Вы только учтите, что для профилактики, как лечить сосуды, чтобы они не повреждались, это физическая нагрузка, это потребление белка, 1 грамм на 10 килограмм, чтобы из чего строилась сама сосудистая стенка, избегать повреждающих факторов, то есть токсины эти убирать, и все то клеточное питание, о чем сейчас говорили, в том числе и жирные кислоты, витамин D, и то, что мы там, и все-все-все, и все вместе. А вот причина появления этого плохого холестерина, который вызывает эти бляшки, это как раз вот те синтетические трансжиры, маргарины, это масло, которое меньше 82%, это обезжиренные молочные продукты, употребление, употребление быстрых углеводов, то, что это лапша, картошка, все сладости, мед, вот эти все-все-все продукты, которые белая рафинированная мука, шлифованный рис, то, что сейчас вы забили, вот это как раз и способствует появлению вот этих атерогенных факторов, то есть вызывающих холестерин. Вспомните, я вам сказала про свободные радикалы, активные формы кислорода, которые окисляют этот жир, гиподинамия, вот это все приводит к образованию вот этих серьезных осложняющих факторов. Поэтому, если вы как технологи здоровья все это правильно понимаете и все расцениваете, и ваши мифы начинают, естественно, разрушаться. Для новичков повторяю опять эту пентаграмму. Говорим, что все взаимосвязано, если мы сейчас говорили о сосудах, мы говорили о сосудах и головного мозга, и о сосудах всего тела, атеросклеротические бляшки могут образовываться на нижних конечностях, и ампутации конечностей, есть такое состояние, облитерирующий эндотрит, многие знают, это очень серьезная такая инвандилизация. Сосуды головного мозга, сосуды сердца и все-всего, посмотрите, говорим об этом отделе. А посмотрите, какое количество участников сюда присутствует, и как они все взаимосвязаны на развитие тех или иных патологических состояний. Мы не можем отдельно рассматривать здесь кровь с сосудами и говорить, а что же делать, чтобы этого ничего не произошло. Мы говорим о сайтахарном диабете, мы говорим об этом отделе. Если мы говорим о поражении всей дыхательной системы, здесь, если говорим о почках, здесь, если говорим о печени, здесь. То есть наш организм медийное целое, и наша задача, как технологов здоровья, осуществлять вот это движение по кругу. Вот это движение по кругу, потому что если мы этого не будем делать, то возникают вот эти патологические отношения и развитие проблем в том или ином органе, который действительно дает нам очень-очень много, большую-большущую проблему. И вот когда мы говорим сегодня о том, как мы можем помочь с помощью нашей всей продукции, именно с позиции опять здоровья, сохранения, восстановления, потому что многие из вас приходят с каким-то одним доминирующим органом. И я знаю, что собралось-то здесь большое количество людей послушать действительно, а что же, как же быть, потому что в голове-то складывается какой-то один или два, или система органов. На самом деле, это общая составляющая. И вот это наша программа, которая в компании есть. Благодаря компании мы сегодня имеем такую возможность. Коралл Детокс. Опять-таки, посмотрите, на все отделы, почему она работающая система, потому что она выбирает все в этом имеющем отделе продукты. Именно в Коралл Детоксии. Я вам уже сказала про лицетин, если мелиновая оболочка, ну это значит, это же не обязательно только на печень, в том числе на печень. Если мы говорим о том, что жирные кислоты, насыщенные жирные кислоты, которые являются холестыренных, надо скушать, надо скушать, а из него синтезируется все остальное. Но мы здесь говорим о том, что желчь, которая образуется в печени, она будет лучше отходить на фоне желчегонных. И просто сама система, она действительно выверена временем и проверена в уникальных своих действиях. Потому что действительно, если мы с вами не допиваем продукты или вытаскиваем что-то, в каком-то, ну что называется, я попью просто только воды, аж 500, или буду сейчас, вот Пентакан, он сюда включается в общую систему, то, конечно, эффекта никакого не будет. Коралл Детокс это система, которая требует понимания вот этой гармонизации, гармонизации вот этих всех, всех составляющих систем. Поэтому не может здесь попил, бросил, хочу, не хочу. Вода. Я еще разочек акцентирую ваше внимание, потому что я смотрю чаты, в которых вы общаетесь, новички вам задают вопрос, коррекцию веса, вижу, как вы все пьете продукт, потому что, ну сами понимаете, как сложно догадаться, как вы пьете продукт, догадайтесь с первого раза. Поэтому вес пополам, это ваша норма воды, которую вам нужно выпивать. выпивать. Вот те 30 миллилитров на килограмм веса, это уже устаревшие нормы, которые не приведут к результатам. Распивайтесь, распивайтесь. Я знаю, как это, ну нажили такой вес, наживайте привычку пить воды. Вместе с H500. H500 тот, который дает профилактику, уникальнейший продукт в профилактике образования активных форм кислорода. Активные формы кислорода, как мы с вами понимаем, это очень сильное окисление жиров, мембран, поэтому это защита всех мембран и тех жиров, которым мы с вами сотканы. Конечно, когда мы говорим о лицетине, опять-таки, тут много-много факторный процесс. Помните, 4 капсулы 2 раза в день, это взрослая потребность, доза. И, пожалуйста, не халявьте, пожалуйста, не убирайте с этой части этот продукт, потому что, особенно, не съедите вы 10 желтков каждый день яйца, ну не съедите. Мы не съедаем с вами продукта, который бы восполнял наши потребности именно в жирах. Ну не можем мы физически, потому что и поджелудочная железа, она дряхлеится времени. И я уже говорила о том, что после 25 лет, с каждым годом, физиологи посчитали, на 1% угнетается деятельность поджелудочной железы. А посмотрите, деятельность поджелудочная железа, она же тоже участвует во всех этих процессах. Поэтому ассимилятор, с которым мы с вами находимся в таком, сегодня была очень интересная информация в чате в Караганзе, я там поучаствовала в дискуссиях, обсуждениях о том, что действительно мы с вами имеем уникальные продукты, такие как ассимилятор, дегистейбл и папайя. Опять-таки, сколько про папайю читаю и понимаю, что я ее незаслуженно в какое-то время там конфетками называла. На самом деле, это очень серьезный продукт из прекрасного плода папайи. Ну, нет у нас папайи из дерева, только Индия может похвастаться там цело. Поэтому мы с вами имеем уникальную возможность помочь поджелудочной железе, естественно, разгрузить весь наш желудочно-кишечный тракт. И, конечно, опять-таки, хочу вернуться к тому слайдику, который говорила, я специально его нашла, чтобы вы понимали. Именно в толстом кишечнике вот здесь живут полезные бактерии. И они хотят кушать, они кушают, они работают, едят они только, только грубые волокна. Но представьте, если не зря говорится о дозе, ну, 10 грамм, 20, даже 30, если сейчас вы посмотрите последние сведения, 30 грамм грубых волокон для того, чтобы осуществить качественную, качественный процесс работы толстого кишечника. Представьте, вы выпиваете 2-3 капсулы люцерны, где они сели, эти 2-3 капсулы люцерны? Ну, вот где? Ну, смотрите, 3 капсулы. А нужно сюда дойти. А еще же вот, смотрите, сколько пройти петель. Поэтому, когда я говорю про дозы, я эти картинки имею в виду. Ну, вот уже особо, особо одаренным, как я говорю, ну, такие картинки надо показывать. Как она дойдет, как она сработает, как она выйдет, почему вся наша даже та система коловады, она же проходит через вот эти все участки, почему она уникальна, почему она универсальна. Поэтому, мои дорогие, хорошие, полезные бактерии живут вот здесь. Сейчас не тема про полезных бактерий, но я вам хочу сказать, что именно лакты и бифидобактерии выводят отработанный липопротеид низкой плотности, тот, который действительно вызывает атеросклеротические поражения и как раз убирается с помощью полезных лакты и бифидобактерий. Вы их не кормите, вы не даете им возможности, вы не поддерживаете микрофлору и считаете управились. Не срабатывают вы, не в сказку попали. Что касается для, вот сейчас уже опять об этом сказалось, но повторяюсь, именно роль печени, роль печени, вы понимаете, что печень во всей этой поддержке имеет потрясающую возможность. Это, значит, фандетокс, заферан, артишок, вы вот, кстати, вот эти, как я использую фандетокс, заферан, артишок, к люцернии вместе, это в эубиотическом ужине. То есть, вы на вечер взяли, во-первых, вы распределили прием БАДов, вас это немного, и вы со знанием дела понимаете, что печень работает ночью, она с 11 до 3 ночи работает, поэтому дайте ей возможность, чтобы она хорошо поработала, чтобы у нее был эффективный, вот, хороший результат. сама сера, она многолика, она везде и суща, можете включать, можете не включать, я ее обожаю, ну, почитайте все, о всем ее преимуществе. Что касается коловады, коловады, это, конечно, уникальный наш продукт, это наша гордость, и я уже говорила о том, что Игорь Петрович как раз и показывал в своих наблюдениях, как коловада непосредственно помогает очистке печени, чем вызвал восторг от создателей данной программы, но сама коловада, вы понимаете, что уже ее невозможно каждый месяц сделать, каждую неделю, даже, даже каждые полгода, кто-то делает, кто-то не делает, ну, кто с проблемами, тот может быть и почаще ее пытается делать, а потом на самом деле это система, которая подразумевает некий алгоритм подхода, но она безусловно делает потрясающие результаты приводит, поэтому очистить несомненно, вне всяких сомнений. Что касается из минералов, то вы сами видите здесь и цинк, и селен, и магний, и вот такие комбинации, какие хотите, то есть это все будет уже зависеть, что вы себе можете взять, передозировать вы ничего не сможете, оно все имеет колоссальную, так сказать, возможность и действие. Поддержка белкового обмена, вот эту зеленку, которую здесь мы указали, это, я бы ее больше отнесла именно в эубиотическую поддержку, спирулину, хлорелу, это все сюда, это еще старая презентация, мы просто ее взяли. А остановиться, внимание, ваш на противите и биошейп, ну биошейп, не во всех регионах есть, но вижу, что в Казахстане биошейп имеется, поступил, поэтому, опять-таки, посчитайте ваш вес, 10 килограмм, 1 грамм, посчитайте, вот эти белковые коктейли, то есть, в поддержании вашего белкового обмена, они, конечно, имеют колоссальное значение в поддержании всякой помощи нашему организму. Ну и, конечно, это вот та линейка, которая, она не уходит из нашего рациона, дома у нас она постоянно есть, это омега-360, омега-369, жир печени, акулы, витамин Е, как сосуд, ну, как жирорастворимый витамин, вы его можете принимать курсами, но лицетин у нас сходит в коралл-детокс, поэтому, как бы, вот, внимание бы вам уделила вот на эти три банки, которые не должны исчезать у вас из вашего рациона, это пожизненно, потому что, я еще раз говорю, вы не съедите, и нет у вас таких источников. Вот здесь льняное масло, здесь оливковое масло, здесь очень качественное, здесь масло бурачника, как источник витамин, омеги-6, жир печени акулы, это вообще потрясающий продукт, и мы в Новокузнецке, у нас были очень интересные результаты на фан-детоксе и жире печени акулы, вместе, понятно, с коралл-детоксом, всем остальным, практически через 8-9 месяцев регулировался жировой, уходили признаки жирового гепатоза, восстанавливались печеночные клетки, мы были сами в восторге, потому что это действительно очень классная вещь. И они все друг друга дополняют, это в коралл-детоксе, это курсами можете пропивать, потому что вспоминайте функции, какие выполняют жирные. Кушать вы кушаете, пожалуйста, из сала, и, пожалуйста, бутербродик с маслом, и, пожалуйста, там кто чего, какие любят продукты, сметанка должна быть хорошая, там, ну, творог кто ест, то есть все это вы употребляете, все это у вас, конечно, есть. Это старый процент, не обращайте внимания, пожалуйста, но вот эти продукты, которые в сосудистой компоненте, то есть овер-30, карнитин, коэнзим, сейчас у нас новая форма коэнзима масляная, это, конечно, в догонку нам имеет колоссальнейшее значение, колоссальнейшее значение. Ну, это обойма, которую вы можете комбинировать, я уже много рассказывала про Майнсет, про Лимфлоу, про Циркуфит, Акваокс, то есть возможность выбрать то, что вам по вкусу, по деньгам, это имеет, конечно, своего рода, ну, такое прикладное значение, это значит, вы как технологи здоровья, по технологии здоровья. Ну, а вот здесь мы просто вам в завершении хотим показать такую возможность оценить свое состояние, потому что действительно по возможности задержки дыхания мы говорим о вашей, вашей, дефиците сурфактанта, о вашей возможности усваивать, возможность кислородного обеспечения. То есть если вы способны задержать дыхание 2 секунды, ну, это предсмертное состояние, от 2 до 5, это наличие тяжелых скрытых заболеваний, от 5 до 10 секунд, это зона повышенного риска, любой неблагоприятный фактор может привести к падению здоровья, от 10 до 20 секунд, это плохое здоровье под преобладающим влиянием энергии невежества, то есть действительно вы как бы в раздумьях о разных других факторах, а на самом деле ваш организм не справляется. 20-24 секунды – это переходный период к зоне устойчивого здоровья. 20-24. 30 секунд – это рубеж, на котором уходят многие хронические заболевания. Я помню, мы проводили школу по поводу прибора Фролова, который занимается разной дыхательной практикой, их сейчас очень-очень много, они все направлены на увеличение резервов именно дыхания жизни. 40-44 секунды – это зона перехода к устойчивому здоровью, а после 44 секунд – это высокое устойчивое здоровье. 50 секунд – это чистка, глобальная чистка нервной системы, ну и уже минута и больше – это энергия благости. Все, кто, может быть, занимался йогой, дыхательной гимнастикой, стрельниковой, пабутейка, цигун и масса-масса, вообще весь Восток, он уделяет, ну, серьезнейшее внимание, поэтому посмотрите, возьмите секундомер и посмотрите, где, в каком месте вы уже, в принципе, можете себя находить. И, конечно, имеется техника тренировки, она тоже такая очень интересная где-то элементы йоги здесь. Значит, техника вдоха, один месяц, две секунды вдох, задержка 8 секунд, выдох, медленно выдыхаем 4 секунды. На втором месяце тренировки увеличивается вдох, задержка увеличивается, и самое главное, выдох происходит медленно-медленно-медленно, как можно медленно. И на третьем месте 8 секунд, в течение 8 секунд вы растягиваете вдох, задерживаете 32 секунды, и на 16 секунд выдох. Такая тренировка по 10-15 минут 3 раза в день приведет вас к увеличению, к увеличению качества жизни, но, опять-таки, там должен быть материал. Если там нет сурфактанта в альвеоле, если вы на обезжиренных диетах, если у вас в безобразном состоянии ваша кровь, вообще токсины, о чем мы с вами ведем речь, то, естественно, будет все сложнее и сложнее. То есть вы по технологии здоровья нарушаете все подходы. Ну вот, много, я понимаю, мы сегодня прямо так это интенсивно хорошо разобрали, но тема очень сложная. Я готова услышать ваши вопросы, я готова услышать ваши впечатления. Включи мне чат, чтобы я хотела. Как я отношусь к кокосовому маслу? Я отношусь к нему очень хорошо. Можно расширить вот эту картинку? Чат можно? Я не вижу, что люди пишут. К кокосовому маслу отношусь я очень хорошо. И кокосовое масло на сегодняшний день, оно находится в списке у технологов здоровья на ведущем месте. Потому что действительно оно относится к насыщенным жирным кислотам. Но единственное, не попадитесь на подделку. Не попадитесь на подделки. Оно имеет свое преимущество. Какая норма витамина Д? Раечка, когда вы будете смотреть в лабораториях, у каждой лаборатории есть свои градации, и они вам отметят соответственно своему измерению, что же у них, в каком они находятся резерве. Причем делайте это в динамическом состоянии контроля. С одним только, так сказать, анализом. Смотрите, выбирайте. Возможно ли с помощью наших БАДов избежать операции по удалению варикозных везон в последней стадии? Уже 15 лет, как предлагают. Помогите, пожалуйста, составьте. Нет, сразу скажу нет. Нет, последняя стадия, 15 лет, 58 лет мужчины. Но я еще раз говорю, технология здоровья, это не значит, что палочка-выручалочка, все, что связано с венами, все, что особенно нижних конечностей, это печень, это длительная интоксикация, это масса-масса вещей. Поэтому вы затягиваете процесс, а потом начинаются проблемы. Птичий язык на русло так. Как, пожалуйста, белка в 10 таблетках противите? Ну, там как раз вот эти 1, 10, так, 1 грамм белка на 10 килограмм, то есть это 1 таблетка противите, да. Считаю долго, видите. 1 таблетка противите, это как раз если у вас 100 килограммов, значит 10 таблеток. Так, 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 всех видно, всех слышно. Еще вопросы, пожалуйста, еще вопросы. Тема, тема, как вам тема? Насколько она для вас была актуальна? Про запись не знаю, это к народу. Одного, так. Тема, я до бесконечности могу разбирать, конечно, вопросы, которые связаны с жирами, вот подводя такой уже итог, что я хочу сказать, при такой большой-большой-большой информации. Вам не нужно. Все, что вы боитесь, холестерин, как развитие атеросклероза, к этому были причины. К этому были причины. Поэтому, если это бляшки, которые действительно уже настолько, которые... Организм у нас очень мудрый, он ищет дополнительные пути. И, ну, бывают случаи, у нас в Новокузнецке был очень интересный случай, когда практически отказалась хирургическая помощь в операции сердца, потому что достаточно поздно человек обратился. И мы просто использовали коралл-детокс с антиоксидантами, жирными кислотами. И, конечно, открылись какие-то дополнительные коллатерали, и человеку просто, ну, продлили не 2-3 месяца на жизнь, а человек прожил 4 года, и, может быть, прожил бы еще больше. Он просто вернулся на круги своя, на физическую активность, на алкоголь, на увлечения жизненные. Ну, и от пятого инфаркта, конечно, уже и скончался. Поэтому все, что вот в заключении, опять-таки, нашей технологии, нашего здоровья, вот, о котором мы сейчас говорим, это постоянная дезинтоксикация с помощью короб-детокса, с проведением коловат, с проведением в обязательном порядке, то, что вы... Кстати, вот, спасибо, Танечка, при высоком холестерине можно пить имбирь. Я вот в интернете нашла 10 топов для продуктов, 10 топов для сжигания жира. К ним относятся имбирь, к ним относятся капуста, огурцы, малина, яблоки, груши, грейпфрут, зеленый чай, миндаль, ананас и папайя. Поэтому, представьте, это все в технологии здоровья, я еще раз говорю, у нас с вами есть практически и папайя, у нас с вами есть из ананаса бромелайн в ассимиляторе, мы с вами имеем возможность зеленый чай, у нас есть вытяжки в майнсете, но пейте, пожалуйста, это же вкусно, чай с малиной, ну, это же очень вкусно, пожалуйста, вот те же овощи, огурцы, капусту, имбирь, все это, пожалуйста, допускайте, все нужно кушать, и все нужно, все нужно принимать. Но, на самом деле, на самом деле, не исключайте, и включайте, вернее, в свои, в свои технологические все программы, это жирные кислоты, пожалуйста, занимайтесь помощью печени, кишечника, для того, чтобы съеденный тот продукт, который есть, я еще раз говорю, что жир, который у вас откладывается, это углеводы, это гиподинамия, это закисление, это высокий, высокий уровень закисленности, и, конечно, обезвоживание. Вот три причины, которые приводят ко всем нашим, с позиции опять технологии здоровья, три причины, это гипоксия, это обезвоживание, и это интоксикация. И, конечно, если вы успеваете, все будет хорошо, все будет здорово. Я вам бесконечно всем счастлива, я вижу, сколько здесь из Казахстана, всем Караганде привет, Петропавловску привет, Сибирь здесь вся не спит, еще Томск, и там дальше Каргасок вижу, и все вот молодцы, классно, замечательно, и Прибалтика у нас здесь, и вообще вы большие-большие умницы, всех не вижу, всех и Тюмень вижу, Ирочка, ты, тебя здесь, всех вас вижу, молодцы, классно, ждем следующего четверга, ждем анонса, потому что оставлять вас вот в таком состоянии недосказанности, просто еще подумаем, а, вот и Питер у нас здесь есть, молодцы, привет из Питера, Светочка Алексахина вижу, всем огромный привет, всем огромные пожелания, пожалуйста, не зарастет народная тропа в наш изумительнейший маркете, супермаркет, вернее заговорилась, супермаркет, Коралловый клуб, и поверьте, с позицией технологии здоровья у нас абсолютно все есть, самое главное, не экономьте на своем здоровье, самое главное, спешите делать профилактику, потому что профилактика стоит очень дорого, но она самая достойная, поэтому умейте, Барнаул тоже привет, и Биск привет, да, вижу, вижу, большущее вам спасибо, до встречи, любите, я, например, каждую свою баночку открываю, я благодарю за то, что она у меня есть, я благодарю всех, кто их придумал, сделал, у нас наилучшее сырье, наилучшее качество, время все срасставило на свои места, и благодарю создателя, я благодарю нашу компанию, наших специалистов, высочайшего класса, поверьте, у нас трудятся лучшие ученые, лучшие ученые, лучшее сырье в наше, я не видела, чтобы в компании было столько жирных кислот, поверьте, жирные кислоты, которые имеются из акул, она вводится в северных морях, какое масло у нас собирается, лучшее, поэтому спокойно доверьтесь, пользуйтесь, любите, и каждый день говорите себе хорошие слова, что вы драгоценно живая, благодарите Творца, благодарите Создателя, благодарите все, что у вас есть, я вас люблю, до скорых встреч, спасибо за встречу, мои хорошие, ой, с нами еще Америка, ой, Америке привет, спасибо за субтитры,